Вечером 2 октября в Самаре произошел пожар в квартире жилого дома по адресу улица Карла Маркса 55. Из огня спасли 4 человека, в том числе детей 13 и 16 лет. На месте работали 56 человек и 14 единиц техники. Поединок Крыльев Советов Динамо Махачкала завершился со счетом 3-3 в основное время. По бенальти со счетом 5-3 победили Крылья Советов. Общий счет 8-6. Матч «Зенит-Акрон» завершился со счетом 5-1. Защитник Крыльев Советов Кирилл Печенин получил приглашение в сборную Белоруссии на учебно-тренировочные сборы. В рамках подготовки к Лиге нации сборная проведет два матча. 12 октября против сборной Ирландии, 15 октября против Люксембурга. В сентябре стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Самаре увеличилась на 0,1%. Количество предложений сократилось на 2%. Средняя стоимость квартиры составила 5,6 миллионов рублей. Средняя площадь 47,8 квадратных метров. В Тольятти в ДТП на улице Украинской в результате столкновения автомобиля «Лада Гранта» и «Камаза» пострадали водитель легковушки 24-летняя девушка и младенец. Утром 3 октября с 6 до 9 по московскому времени Международный аэропорт «Казань» по указанию органов управления воздушным движением временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Рейсы перенаправлялись на запасные аэродромы, в том числе в Самару. Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже детенышей «Кенгуру». Ранее сообщалось о пропаже из зоопарков Ярославля и Калуги трех молодых особей. Местная полиция предположила, что эти случаи связаны и «Кенгуру» похитили для частного зоопарка. Каждый третий россиянин до 34 лет не носит с собой наличных денег. 54% респондентов обычно имеют при себе купюры и монеты. Среди них 57% мужчин. За последние 14 лет средняя сумма в кошельке выросла с 2 до 5 тысяч рублей. Депутат Госдумы Сергей Кулунов предложил привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав. На землю обрушится сильная магнитная буря, она продлится 3 дня. Сегодня вероятность геомагнитных возмущений составила 40%. А в ночь на пятницу буря усилится, достигнет уровня G3 и продлится до конца субботы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова